Каждому разу у нас все больше и больше. Два десятка журналистов у каждого не по одному вопросу. Пресс-конференция обещает быть долгой, разговор обстоятельным. Готов. Некоторые цифры буду подсматривать. Прошу не ругать меня сильно за это. Начинаем с разговора о бюджете. Цифр и правда много. Спикер регионального парламента уточняет, какие корректировки вносили областные депутаты. Плюс 10 миллионов рублей на оснащение медицинских кабинетов в сельских школах. 15 миллионов дополнительно на капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, благоустройство школьных территорий. На ту же сумму 15 миллионов рублей увеличили расходы на материально-техническое оснащение сельских домов культуры. Если есть средства, чтобы увеличить расходы, почему бы не изменить критерий нуждаемости для региональных льготников? Журналисты несколько раз спрашивают про так называемый социальный кодекс. Несколько лет назад пришлось сокращать часть льгот, чтобы регион не оказался за чертой кризиса. В прошлом году начался обратный процесс. До того, как выплата части льгот была приостановлена, регион тратил на это 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Сейчас 3,5 миллиарда. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, потому что эти цифры, они есть в открытом доступе, о том, что бюджет Астраханской области вырос. И, конечно, обоюдным желанием и депутатского корпуса, и руководства региона, губернатора, прежде всего, было принято решение, после того, как появилась возможность, не только там вкладывать деньги в развитие каких-то инфраструктурных проектов, понимать, о чем я говорю, дороги, здания, сооружения и так далее, и тому подобное, но и оказывать материальную поддержку людям, которые в ней действительно нуждаются. Решение земельного вопроса в регионе ждут 4 тысячи многодетных семей. 3 тысячи из них в областном центре. Интересы многодетных сейчас соотносятся с возможностями региона. Там, где земельных участков недостаточно, будут предлагать компенсацию. У земли нет какие-то варианты. Только человек отдать деньги, чтобы он там или первоначальный взнос за жилье внес, тем более, что процентные ставки по ипотеке для нуждающихся будут, в послании тоже слышали, да, будут снижены, поэтому это может быть и первоначальный взнос, мы смотрим. То есть можно деньги дать, но можно же расписать их условно или только на приобретение земельного участка. И о погоде. Теплые зимы последних лет расстраивают рыбодобытчиков. Воды мало, рыбы тоже. С глобальным потеплением депутаты областной думы ничего сделать не смогут, а может отрегулировать уровень паводка? Вы заметили, что рыбы меньше стало, как рыбак? Заметил. Сегодня такая рабочая группа, совет создан как раз по изучению этой проблематики, но она более-менее всем понятна, но самое сложное, наверное, здесь найти те решения, которые бы мог себе позволить федеральный бюджет. Ну, наш региональный такт, хватит на совсем чуть-чуть для решения этой проблемы, чтобы федеральный бюджет мог себе это позволить, и чтобы не нанести вред экологии. Возможность озвучить такие сложно решаемые вопросы будет весной. В мае в Совете Федерации пройдут дни Астраханской области. Озвучить недостаточно, надо внести предложение. Предполагается, что речь пойдет о капитальном ремонте домов, которые имеют статус объектов культурного наследия. О патентном налогообложении есть предложение и у законодателей. Бывает так, что мы даем отзыв первым чтению законопроекта, ко второму чтению появляются поправочки, которые меняют положение для регионов. И узнаем мы о них только тогда, когда уже закон принят. Государственная дума одобрена, а эта федерация подписана президентом. Ну, к примеру, это было в 2013 году. Это налог на прибыль от организаций, которые работают на шельфе. В 2020 год юбилея победы в Великой Отечественной войне губернатор намерен вынести в областную думу законопроект о дополнительных выплатах ветеранам. Детали обсуждают, но уже сейчас у председателя областной думы Игоря Мартынова нет сомнений в том, что парламентарии приголосуют за увеличение мероподдержки. Анастасия Анферова, Руслан Асанов, Центр новостей.